Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. С вами я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Это видео мы посвятим одному из самых актуальных вопросов на сегодняшний день. В комментариях вы часто спрашиваете, какую водосточку выбрать, пластиковую или металлическую. Опираясь на свой многолетний опыт в кроельном деле, я всегда даю однозначный ответ. Но мой ответ нравится не всем. Если вопрос выбора водосточной системы актуален для вас, то это видео поможет вам сделать правильный выбор. За моими плечами 22 года непрерывного стажа в кроельном деле. Я прошел путь от кроельщика-монтажника до ведущего специалиста кроельной компании. Достаточно ли у меня компетенции, чтобы разбирать эту важную для вас тему? Думаю, ответ очевиден. Любой бизнес, а строительный особенно, ведет свою внутреннюю статистику. Без этого выжить на рынке непросто. Так вот, по имеющейся у нас статистике, самое частое обращение клиентов – это ремонт существующей водосточной системы после зимы. Именно на эти виды работ мы заключаем с нашими клиентами договора чаще всего. Ну вот, мы как раз на объекте, где идет у нас полная замена водосточной системы с пластиковой на металлическую. Обойдемся мы без названий производителей. Такие крюки, они в первозданном виде. Вот такое же, что с ним становится, да, видите, когда после исхода снега. Водосточка не самая хорошая, там сильная, пластиковая, есть и еще помощнее, но смысла это не меняет. Монтажу водосточной системы мы уделяем всегда особое внимание. В наших интересах выполнить работу так, чтобы водосточная система стояла долгие годы, выдерживала снеговую и ледовую нагрузку. Лично мне, как руководителю, нужно быть уверенным, что срок службы водостока многократно превысит предоставляемую нами гарантию. Стало быть, я заинтересован в честном анализе. А теперь давайте подробно рассмотрим функциональные особенности двух водостоков. Для чистоты я не назову ни единого производителя, только сравнение материалов. Металл и пластик. Рекламные сообщения с названием производителей в комментариях будут удаляться. Начнем с пластика. Итак, пластиковые водостоки. Откуда они взялись? С середины прошлого века химическая промышленность настолько поднялась, что пластик начали применять повсеместно. И водосточка не избежала этой участи. Я тут порылся. Первые водосточные желоба появились в летописи, если так можно сказать, в 1960 году. Для пластиковой водосточной системы стали использовать особое сырье – поливинилхлорид. ПВХ выдал на гора весьма качественный продукт, который превзошел по характеристикам – металлические аналоги. Я сейчас скажу от имени производителей материала и маркетологов. Пластиковая водосточка. Она бесшумная, легкая по весу, неподвиженная к коррозии, очень легко монтируется, собирается как конструктор. Особая квалификация и опыт не требуется. Такую систему смонтирует с легкостью любой домовладелец, даже школьники на уроке труда. Антикоррозийная защита абсолютная. Пластик устойчив к агрессивным химическим средам. Морская соль. Выбросы промышленности в атмосферу его не страшат. Пластик не гремит на дожде, как металл. Поверхность гладкая. Грязь и мелкий мусор не липнут к пластику. Глазами глядеть – одно удовольствие. И особый уход не требуется. Обдал водой из шланга и все дела. Рабочий температурный режим очень широк. От минус 50 до плюс 70. То есть можно монтировать хоть в Арктике, хоть на экваторе. И в два раза дешевле, чем металлический водосток. Этот материал прослужит вам 10-15 лет, а отдельные производители заявляют гарантию до 25 лет. Четверть века – весьма неплохо. Так пишет производитель. Поклонники пластика сразу оценили прекрасные эксплуатационные характеристики этого материала. Застройщики полюбили этот материал за невысокую цену и большую цветовую гамму. Монтажники любят этот материал на ура и всем советуют. И самое главное – это чистая правда. Ну, кроме некоторых моментов. 125-й желоб. Выдерживает взрослого человека 70 кг. Парень подтягивается на крюках. Во-первых, у него распределена нагрузка 70 кг его на два крюка. По 35 кг на один крюк. Руками он держится за это место. А крюки, видите, подошва крюка, они всегда остаются. Они не ломаются. Но я уверен, что если держаться за это место, где как раз приходит вся снеговая нагрузка, он обязательно сломается. Вес человека, правильно, средний – около 70 кг. Подтягиваться на желобе немножко, я сказал бы, некорректно. Почему? Потому что, да будет известно, в московском регионе снеговая нагрузка 180 кг на квадратный метр. Повторяю, 180 кг, а не 70. В карнизной части, где накапливается снег, съезжает, снеговая нагрузка увеличивается в несколько раз. 70 кг – вообще ни о чем. В зимний период пластик становится хрупким, и любой удар по нему, съезжающий глыбы, становится фатальным. Вот пример эта кровля. Помимо ошибок монтажа, не установлена система снегоздержания, которая бы обезопасила это дело. В нашей стране 8 климатических зон. Вот таблица по снеговым нагрузкам и зонам. В эксплуатации пластик значительно уступает металлу. Бывают у нас гарантийные случаи, но не выдерживают и вырывают сами снегоздержания. Еще вес снегоздержания, этой глыбы накопившейся, они сомнут, в принципе, любую водосточку. Любую. Но металлическую вы можете восстановить. Лухари. Вот что с ними происходит. Вы представляете, какая сила? Вот я залез на крышу. Эти. Что с ними как погнуло? Кронштейны водосточной системы нужно крепить таким образом, чтобы продлеваемая линия кровли не пересекалась с желобом. Иначе глыба просто сомнет этот же желоб. Здесь данные технические условия нарушены. Но, друзья, это еще не все. Каждый специалист по кровле знает, что существует, попадаются кровли такие со скатами, с очень крутыми, скажем, ломаная кровля и почти отвесные скаты. Там, в принципе, выставить желоб по этому критерию невозможно. Он такие будет стоять на пути снега. В этом случае требуется дополнительное усиление в виде снегоздержаний и несколько технических приемов. Я путешествовал по Северной Европе. Что-то там я не видел водосточную и пластиковую систему. Дядя Юр, держи на дачу тебе. Пойдет. Зимой, когда сходил снег, вырвало крепление молния защиты. Видите, какая сила? Там я вижу портреты Лича. У меня есть к нему дело. Мое субъективное мнение, что пластиковую водосточку выбирают люди с пролетарским чувством вкуса. Так принесем ее в жертву вождю пролетариата. Владимир Ильич, это вам. Если вы со мной не согласны, ставьте пластиковую водосточку. И чем больше вы ее ставите, тем больше будет у нас работы. Владимир Ильич. Он продолжает с собой И сердце тревожно грузит Производители и рекламщики в унисон заявляют, что пластиковая водосточная система лучше металлической. Но есть ли у пластика недостатки? Конечно, они есть. Стоп. А какие недостатки? Да такие недостатки, что компания Кровмонтаж пластиковую водосточку не устанавливает. Мы после себя оставляем только металлическую водосточную систему. А теперь, почему это так? Преимущество металла в чем? Он не ломается. Даже если его согнуть, он просто может разогнуться. Пластик всегда ломается и трескается. В пластиковой водосточке есть металлические кронштейны добавочные, которые можно, в принципе, согнуть для того, чтобы кронштейн завести под кровельный материал. Но я считаю, это излишне, потому что кронштейн, как правило, ломается в этом месте. Вот эта подошва, пятка, она всегда остается. Кронштейн и водосточный желоб. Внешняя кромка должна иметь вот ребро жесткости полукруглой формы. Будь то пластиковая, будь то металлическая. Это усиливает всю конструкцию. Я развелся. Развелся? Поздравляю, ты свободный человек. Боковые, фронтальные элементы, фризовые планки, мы гнем и делаем из металла. Не делайте боковые части из пластика, особенно цветного, коричневого. Выгорит по-любому и будет бликовать. Гните просто из металла. И будет красиво и долговечиво. Софит, который находится в тени кровельного свеса, он не пострадает, он не выгорает. В личное лезть не буду. Но все-таки, почему расстались? Просто. Да это не войдет в кино, не переживай. Этот скат составляет 6,5 метров. На этом расстоянии ребята дали 2 сантиметра разуклонку. Сейчас между крайними точками натянут шнурку. И уже по этой шнурке намонтируют кронштейн по всей плоскости с расстоянием 500 миллиметров. Так я всегда рекомендую своим монтажникам, что не более. Я читал, у кого-то от 700 миллиметров до метра можно ставить. Но не будем рисковать. Лучше перестрахуем. 500-600 миллиметров, не более. Это касается третьей климатической зоны, именно центральной, московского региона. Андрюх, а ты не предохраняешься перчатками? Почему? Заживет. При изменении температуры пластик меняет свои линейные размеры. Значительно больше, чем металл. А это значит, что при холоде он сжимается, а при жаре он сильно расширяется. Чтобы при заморозках такой водосток не лопнул, его детали соединяются специальными компенсаторами и уплотнителей из резины. Нестойкость цвета, постепенное выгорание его на солнце. Я бы рекомендовал устанавливать только белого цвета водосточную систему. Для пластика. Любой другой цветной постепенно будет терять цвет. На морозе пластик становится хрупким и при малейшем давлении или ударе он может лопнуть из практики. Когда я занимался монтажом в зимних условиях, вправляя пластик в кронштейны, бывало в моих руках он прям лопался. Было много историй, когда клиент обращается к нам в компанию, что сорвало у него, например, снегозадержание с кровли. Нужно восстановить их немедленно. Мы приезжаем с большой выдвижной лестницей трехсекционной. И там установлены пластиковые водостойки. Нам нужно прислонить лестницу прямо на водосточную систему она упирается. На дворе минус 10. И вот я, или такой как я, дядька, лезет по этой лестнице, вес, он поднимается и происходит треск, разрушение там кронштейна или надлом желоба. Лишние издержки и время. Это отношение к пластику отложилось во мне навсегда. Может она со временем изменится? Я не знаю. Поживем, увидим. Все это делает водосточную систему из пластика нежелательной для капитального строительства в нашем регионе. Аленочка, скоро приеду. Шнай, шнай. Теперь металл. Ну что может сказать бывалый жестянщик об оцинкованном железе? Только одно. Металлическая водосточка это долговечная классика. Водосточная желоба монтируется и соединение между ними выполняется специальной соединительной трубкой. Стык двух желобов монтируется специальным замком для желоба. В комплекте которого есть уплотнительная резинка. Потому что металл обладает температурным расширением линейным. Расширение у него меньше, чем у пластика. У пластика значительно больше. И как раз вот этот замок на желоб будет компенсировать это расширение. Дополнительно внутреннюю часть желоба проходим специальным крольным герметиком. Кровля, естественно, сделана. Делали ее не мы. Но есть определенные нюансы. Короткий выпуск металлочерепицы. Есть определенный риск, что талая вода будет с этой стороны с желоба попадать. Также боковой дождь косой он может сюда захлестывать и будет капать мимо желоба вода. Чтобы это полностью исключить, мы согнули такую планочку в цвет этого же металла. И с одной стороны мы ее подставляем под крольный материал металлочерепицы. По этой планочке будет водичка стекать в желоб. Ни капли мимо не должно пройти. Вот так. Сейчас с вами хочу поделиться лайфхаком по поводу дополнительного усиления водосточной системы. А именно в той части кровли, где не удается немножко снизить кронштейны и сам желоб, где крутая часть кровли вот дополнительное усиление. Засовывая под крольный материал, можно саморезами для металлочерепицы. Дополнительный жесткий треугольник. Если эти вещи сделать на каждом крюке, будет супер надежный желоб и он никогда вас не подведет. Так, снизу полтора-два остатка. Для того, чтобы водосточная система служила долго, лучше на карнизе кровли установить дополнительную страховку снегоздержания. Снабжены четырьмя такими кронштейнами. Это полный комплект. Четыре кронштейна и две овальные трубки. В комплекте даются такие компенсаторы, которые вот нивелируют расстояние в полтора-два сантиметра высоты профиля металлочерепицы. Металлочерепица имеет определенный шаг об решетке. Почему очень важно выдерживать расстояние. В дальнейшем все комплектующие к металлочерепице, например, кронштейн снегоздержания, он и рассчитан на этот шаг. Болт крепится в этом месте мы точно знаем, что здесь находится об решетке. Болты, так называемые глухари, подключены 13. На наших объектах случалось, что одной линии снегоздержания по карнизу бывает недостаточно. Ее может сорвать вот такая снеговая нагрузка. Ну вот, комплект снегоздержания вот держит двух кабанов одного точно. Вот здесь можно повисеть. За эту водосточную систему я спокоен. Да, пластик завоевывает рынок, но многие профессиональные строители которые хотят вам дать реальную гарантию считают металл единственным возможным вариантом. Предвижу вопрос, почему же некоторые профессионалы просто навязывают монтаж пластиковой системы? Причины две. Во-первых, сметная стоимость снижается. Во-вторых, человеческий фактор. Любой из нас хочет меньше поработать, а получить тоже или больше. Пластиковые водостоки имеют право на жизнь. Они дешевле и просты в монтаже. На гараж, на беседку или баньку да, можно, только белого цвета. Пластиковую водосточную систему я рекомендую ставить в южных регионах второй климатической зоны карты России. Нормальная погремуха, не обидная. Кто прилепил? Ты что ли? Ешкарала. Ешкарала, да. Итак, дорогие друзья, надеюсь, наш обзор был полезным для вас, познавательным. Если у вас еще остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить всем. С вами был Мороз Алексей и компания Кровмонтаж. Пока!